приветствую друзья с вами как всегда александр и по итогам недавнего голосования в нашем сообществе на ютюбе второе место занял вариант сравнения redmi note 7 с mi8 se выполняю свое обещание и мы потихоньку сравним redmi note 7 со всеми смартфонами которые были в том списке ну а я не буду затягивать и давайте сразу перейдем к распаковке поехали предлагаю начать с redmi note 7 сооружаемся ножом и вскрываем упаковку вскрыли теперь открываем и первым делом коробки как мы уже видели ранее нас встречает конверт внутри данного конверта находится ключ для извлечения сим-карты набор макулатуры из гарантии юзер-гайда а также халявный обычный силиконовый бампер от сяоми модель у нас сегодня представлена в циним ци сегодня модель у нас представлена в синим цвете в синим цвете синий цвет синий далее в коробке сам смартфон сегодня модель у нас представлена в синим цвете ну или сяоми называет этот цвет нептун блю ниже по смартфонам уже ожидаемо зарядное устройство и кабель юсб тайп с но теперь пришла очередь mi8 se тут посмотрим комплектацию также открываем коробку коробки первым делом мы можем обнаружить такой же конверт посмотрим что внутри внутри также находится набор макулатуры переходник для наушников и ключ для извлечения сим-карты такой же стандартный силиконовый халявный бампер далее в коробке также сам смартфон сегодня модель у нас тоже представлена в синим цвете как он называется на китайском уж простите я не скажу и под смартфоном опять же зарядное устройство кабель юсб тайп си ну и по традиции как всегда кратко о характеристиках дабы вас не утомлять все характеристики как всегда вывожу на экран справа характеристики redmi note 7 слева характеристики mi8 se от себя позволю лишь небольшое уточнение обе сегодняшние модели у нас представлены объемом оперативной памяти 4 гигабайта и объемом встроенной памяти 64 гигабайта а теперь давайте посмотрим на смартфоны поближе взглянем так сказать на их внешние отличия начинаем слева здесь у нас располагаются лотки под сим-карты напомню на носе можно установить одновременно либо две сим-карты либо одну сим-карту и карту памяти и 8 если свою очередь поддерживает только две сим-карты на верхнем торце на ноут 7 мы видим вход под наушники микрофон шумоподавления и инфракрасный порт нами 8 se микрофон шумоподавления и инфракрасный порт на правой стороне на обеих моделях кнопка питания и качелька громкости нижней торце картина повторяется микрофонной динамики и порт юсб тайп си на задней крышке все достаточно стандартно сканер отпечатка пальцев и основные к что касается эргономики несмотря на то что и 8 se по габаритам меньше но к сожалению у него углы более острые и лично мне они руку чуть сильнее давят при этом доставляя небольшой дискомфорт при этом но всем несмотря на свои большие габариты лично у меня в руке лежит гораздо удобнее теперь перейдем к самому интересному а именно снимем пленки с дисплеев начнем с ми 8 se и то же самое сделаем с рабинут 7 а теперь самое время запустить смартфоны запустим их как всегда одновременно на счет три раз два три и пока они стартуют не забудь подписаться на мой канал также не забудь нажать на колокольчик чтобы не пропустить новый обзор на канале и если видео понравится не забудь поставить лайк но если не понравится смело ставь дизлайк только обязательно пиши в коментах что именно не понравилось и как вы видите первый у нас запустился ми 8 se и чуть позже редми note 7 теперь самое время сравнить дисплей напомню нами 8 se у нас супер амолед дисплей и на редми note 7 ips дисплей но чтобы сравнение было более корректно давайте отключим связи показываем то что оба дисплея выключена на сейчас на максимальную яркость и автояркость на них отключена начинаем с углов посмотрим с левой стороны на дисплее под таким же углом смотрим с правой стороны далее смотрим снизу но и также посмотрим сверху на дисплее далее мы сравним белый цвет для этого мы запустим приложение игры и посмотрим сравним белый цвет и там и там напомню и ps против супер амоледа смотрим внимательно на белый цвет но и также с помощью данной обойны оценим черный цвет не знаю будет видно или нет, но на AMOLED дисплей полностью черный, на IPS он все-таки немного серого цвета. Но мы возвращаем свет и продолжаем. И также уже по традиции перед началом теста смотрим заряд аккумулятора и сравним его с зарядом, который останется в конце после обзора. Итак, смотрим. На Mi 8 SE заряд аккумулятора 61% и на Redmi Note 7 заряд аккумулятора 65%. Но что касается автономности, обязательно выскажусь в конце данного видео, так что оставайтесь с нами до самого конца. И перед тем, как приступить к тестам, давайте посмотрим версии прошивок, которые установлены и там, и там. На Mi 8 SE, к сожалению, нет глобальной прошивки в природе, поэтому здесь установлена достаточно неплохая кастомная прошивка Xiaomi EU. А если быть более точным, версии 10.0.1.0. На Redmi Note 7, в свою очередь, установлена последняя версия прошивки. Проверяем все в режиме онлайн. Проверить обновление. И начнем наше тестирование с проверки звука. Послушаем одинаковый отрезок композиции на обеих моделях. Итак, начнем с Mi 8 SE. И тот же отрезок на Redmi Note 7. И что касается звука, если сравнивать обе модели, по моим ощущениям, как в динамиках, так и в наушниках, на Mi 8 SE звук более чистый. Это касается и басов, и высоких частот. В данном случае Redmi Note 7 по звуку немного уступает Mi 8 SE. На очереди у нас тесты в бенчмарках. Как всегда, уже по традиции запускаем первый тест Antutu. Запустим одновременно. Раз, два, три. Ну и результат, в принципе, ожидаемый. Вперед выходит Mi 8 SE. Мы продолжаем. И далее у нас на очереди также синтетический тест KickBench. Также запускаем одновременно. Раз, два, три. Ну и здесь также, по всем показателям, вперед выходит Mi 8 SE. Ну и завершаем наше тестирование в бенчмарках. КПУ Троттлинг Тест также запустим одновременно. Раз, два, три. Нажимаем и ждем 15 минут. И по истечении 15 минут также видим, что лучший результат показал Mi 8 SE. А теперь давайте сыграем в одну игру. Я хочу сыграть в еще одну игру. Нет, нет, в этот в следующий раз сыграем. Мы же с вами сыграем в PUBG. Также запустим одновременно его. На счет три. Раз, два, три. Но опять чуть раньше Mi 8 SE. Перед боем покажу вам настройки на Mi 8 SE. Графика здесь у нас установлена на максимально доступных значениях. К сожалению, выше поставить нельзя. Без специального софта. Но, как вы поняли в самом начале, термометр не просто так у нас был на столе установлен. Будем мерить температуру по ходу игры. Сама игра ощущается примерно на 35-40 фпс. Без специального софта большего, в принципе, при таких настройках достичь невозможно. В встречах с врагом и активных перестрелках у вас будут случаться небольшие просадки. Если упоминать о минусах Mi 8 SE для игр, то минусами считаю все-таки диагональ. Здесь она не очень большая. Не всем она подойдет. Лично мне все-таки данная диагональ для игр не очень комфортна. Я бы предпочел что-нибудь от 6 дюймов. Но в остальном Mi 8 SE, в частности для PUBG, подходит прекрасно. Тем временем, примерно за 10 минут игры температура у нас достигла, как видите, 37,5 градусов. Но я предлагаю вернуться в тот же бой на Redmi Note 7. На Redmi Note 7 установлены точно такие же настройки, как на Mi 8 SE. Но здесь вы видите, в принципе, то же самое. По ощущениям 40-35 фпс. Ничего не лагает, не тормозит. Опять же, бывают просадки, если встретиться с врагом, и к плюсам Redmi Note 7 могу отнести большую диагональ. Удобно играть. Видно, что происходит по сторонам, и пальцы так сильно обзор не загораживают. Но у нас примерно за то же время игры температура достигла уже 39,3 градусов, как вы видите сами на экранах. В целом, я думаю, по PUBG вам будет понятно. Оба смартфона ведут себя неплохо в этой игре. Нагрев есть, но он не сильный. Фпс, в принципе, практически всегда держится стабильно на 40. Теперь запустим одновременно танки на счет 3. Раз, два, три. Ну и опять, чуть раньше Mi 8 SE. С стартом смотрим настройки графики. Все у нас установлено на максимум. И HD текстуры также скачаны и установлены. И переходим в бой. Танки мне в первую очередь нравятся наличием встроенного счетчика фпс. Можно говорить не на глазках в PUBG, а по факту. Сейчас поедем поближе к программам, в самую гущу событий, так сказать, и посмотрим, насколько сильно фпс просядет там. Здесь у нас уже активно перестрелка идет, но, тем не менее, фпс держится пока что на 60. Фпс проседает до 59, не ниже. В общем и целом, просадки, конечно, случаются, но не существенно. У нас, по всей видимости, скоро сожгут, поэтому сможем перейти на Note 7. Давайте покажу вам настройки и перейдем в бой заново на Note 7. Итак, настройки, как видите, все навысоко. Также HD текстуры скачаны и установлены. Карта у нас, к сожалению, другая, не форд в данном случае. Фпс мы видим в самом начале боя 49. В принципе, оба смартфона в танках, как и в PUBG, ведут себя неплохо. Даже если враг активно стреляет, фпс проседает до 40. Что, в общем и целом, можно сказать, по танкам. Даже если вы играете с скачанными HD текстурами, в принципе, просадки ниже 40 на Note 7 не случались. Но и на Mi 8 SE, как вы сами видели, практически стабильно, всегда фпс держится на 60. На этом, я думаю, по играм для вас все будет понятно. Предлагаю вам перейти к сравнению камер. Ну а мы для начала сравним с вами камеры в условиях низкой освещенности. Но и также у нас будет сегодня сравнение камер более подробно в дневное и в ночное время. Напоминаю, все оригиналы, фото и видео сегодняшней съемки вы найдете ниже по ссылкам в описании. В моей группе ВКонтакте или в моем канале Телеграм. Ну а я, в свою очередь, предлагаю вам далее посмотреть подборку и сравнение фото и видеосъемки. О,,,,,,,,, О,,,,,,,,,,,,, О,,,,,,,,,妈е,,,,,... ,, и,,,. Продолжение следует... Запись видео, Full HD, 30 кадров в секунду, Mi 8 SE. Запись видео, Redmi Note 7, Full HD, 60 кадров в секунду. Продолжение следует... Лично мне камера больше понравилась на Mi 8 SE, как основная, так и фронтальная. Теперь субъективно выскажусь по поводу плюсов и минусов. Скажу, какую из данных моделей я бы приобрел на сегодняшний день. Итак, начнем с плюсов. Давайте начнем с Redmi Note 7. Первый его плюс, несомненно, это автономность. Далее поддержка карт памяти. Следующий плюс, быстрая зарядка. И последний, на мой взгляд, плюс, наличие входа под наушники. Плавно переходим к минусам. Первый, на мой взгляд, абсолютно бесполезный режим 48 Мп. Следующий минус, отсутствие NFC модуля. Ну и последний, наверное, минус, это корпус. Теперь переходим к Mi 8 SE, также начинаю с плюсов. Несомненно, первый его плюс, это железная начинка. Я имею в виду процессор и видеопроцессор. Далее, также наличие быстрой зарядки. Следующий плюс, достаточно неплохой AMOLED дисплей. И последний плюс, достаточно неплохая камера. Теперь переходим к минусам. Первый минус, к сожалению, автономность. Второй, не менее значимый минус, это отсутствие глобальной прошивки. К сожалению, только кастомная прошивка. Следующий минус, отсутствие хода под наушники. Также нет поддержки карты памяти. Также нет NFC. Ну и последний, наверное, минус, это корпус. Для меня, как вы знаете, главным критерием является автономность. Ну и вторым критерием является большой дисплей. Так что в данном случае, несмотря на все плюсы Mi 8 SE, я бы все-таки остановил свой выбор на Redmi Note 7. Чтобы выбрали вы, напишите обязательно в комментариях. Ну а я, как обещал, покажу вам, какой заряд аккумулятора остался. И скажу несколько слов об автономности. Итак, смотрим. На Mi 8 SE заряд аккумулятора 47% и на Redmi Note 7 заряд аккумулятора 49%. Ну и теперь давайте расскажу про автономность. Оба смартфона у меня были в пользовании примерно 4 дня. И что я могу сказать про автономность. При моем активном режиме использования, в основном, это просмотр роликов на YouTube, просмотр фильмов, сериалов. А также немного PUBG, немного танков. Ну и, естественно, как у всех, звонки, мессенджеры, социальные сети. Redmi Note 7 в таком режиме мне хватало примерно на 14-15 часов в сутки. Ну а Mi 8 SE в таком же режиме хватало примерно на 10-12 часов в сутки. Не забудь подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новый обзор. Обязательно нажми на колокольчик, чтобы знать первым, когда новый ролик выйдет на канале. Если обзор понравился, не забудь поставить лайк. И на этом прощаюсь, но, как всегда, ненадолго. Скоро увидимся. Спасибо за просмотр. Всем пока, друзья. До встречи.